Вон Глинт замечательно работает, и это, наверное, единственная симфония Вон Глинтса, которую уже по признанию современников, первых слушателей, ну и далее в сравнении с последующими пяти симфониями, в общем, считали наиболее прочно связанной, да, живой организм наиболее единый, цельный. В отличие от первых трех, которые, в общем, не симфония не только первая морская, но и вторая лондонская, и третья пасторальная, не случайно первые три симфонии программные. Всякая программная симфония, если это не пасторальная Бетхолена, практически наверняка говорит, я не симфония, я только так называюсь, я, скорее всего, суит, а может быть, поэма или еще что-нибудь. Так вот, четвертая, это первая настоящая симфония, и, пожалуй, только еще в своей восьмой симфонии Равинор, симфонии 1953-1955 годов, Вон Лимс сознательно работает вот с такой настоящей симфонической интервальной идеей в самом начале, в связке секунд и квад. А все остальное, конечно, лишь подступы и приближение к этому. Еще раз, шаг и скачок слишком автономный, да? Каждый представлен сам по себе, и очень долго мы ждем, пока они вступят в эту игру, настоящую игру взаимодействия в духе симфонии. И в этом смысле, вот в этой привязанности к секундам, как к началу симфонии, Вон Лимс, конечно, как у всякого композитора привязанность к каким-то мотивам, элементам, интервалам, надо искать в первых впечатлениях, да? Ну, как Григо описывал свое первое знакомство с Раэлем. Терция, трезгучие, потом септ аккорд, моно-корг. Если такого и не было, то должно было быть, потому что вся музыка Григо – это торжество вот этих многоторцовых вертикалей, септ и моно-корг. А вот у Вона Лимса что было? Очень интересно именно по этой причине, мне кажется, если вообще интересно, то вот именно по этой причине читать автобиографии композиторов всякие, да? Летопись в своей музыкальной жизни Николая Анатольевича, спасибо, и хозяину, приютившему нас сегодня, например. Музыкальная автобиография Вона Лимса, его небольшой, ну, сравнительно небольшой очередь, как и не книга, целая конкуринского курса, как получила следопись, а статья, где он, в частности, говорит, «Вспоминаю свой первый практический урок оркестровки, школьный оркестр играл медленную часть Бетхоинской первой симфонии, а льты сидели совсем рядом с волторной, и я услышал, как вытянутая нота волторной сопровождается повторяющейся фигурой альтов». Волторна и альты. То, что врезалось в уши, то, что на всю жизнь осталось на слуху Вона Лимса, это средние голоса. Педаль болторный. И повторяющаяся фигура альтов, которая, конечно, играет, если тем более повторяющаяся фигура, это средние голоса. Те самые средние голоса, которые либо стоят на месте, как болторно, либо играют что-то плавное в голосоведении, секундами. И сейчас, мы говорим, эти... Это очень странная идея, как мелодия, как мотив. Это вообще слух Вона Лимса, словно вынимаясь из-за далекого детства, вот эту музыкальную вязь средних голосов. Это вообще средние голоса, вынесенные в мелодическое, самый тематический материал. И, кстати говоря, в этом Вон Лимс очень похож на композитора, которого он не любил, вы его признали. И вон, наверное, вон, наверное, вон. Вот мы говорим. Вот мы говорим. Вот мы говорим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот эта генеалогия средних голосов, так сказать, да, хорошо слышна вот здесь, в этом месте симфонии Франко КОНЕЦ 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 Особенно потом... Особенно, конечно, в быстром аллегру, в котором удивительная растащительность композитора, прекраснейшая тема на... С этими секстами, волшебными секстами, которые вообще в игре потом никак не участвуют. Это не немецкая работа, которая начинается с Себастьяна Баха, с такой бюргерской, ветеранской... Вежливость, экономия, всё в работе. Ничего лишнего. Если что играет, то будет всё время участвовать дальше в игре. Невозможно вот так бросаться такими экспрессивными интервалами и потом долго ничего с этим не делать. Сравнить достаточно с этим Симфонией Бранкса, любую из четырёх Симфоний Бранкса. Это, конечно, не немецкая работа. Это чисто французская музыка с её элементом случайного, с её вкусом карастом. То, что и составляло, и составляет до сих пор, наверное, главную доблесть, славу французской музыке. Слишком много щедрости, расточительности. Вот как его Милленс вспоминал, опять же, в своей музыкальной биографии... Вот так нам надо скоро затрудняться. Я надеюсь, что... Мы ещё минут 15 выдержим? Как? Да, опять же, в своей музыкальной биографии. Нужно расскажут об одном эпизоде моих занятий в Чартерхаузе. Я набрался смелости обратиться к директору школы, доктору Хьюбрауну, чтобы получить разрешение устроить в школьном зале концерты собственных сочинений и сочинений моего приятеля Вильяна Ганетова, впоследствии известного пианиста. Главным моим вкладом в программу было одночасное фортепианное трио. Всё, что я о нём помню, это то, что главная тема была недвусмысленной реминиссценцией из Цезара Франка, композитора, о существовании которого я в те дни даже не подозревал и которого я с тех пор искренне не взлюбил. Должно быть, я позаимствовал тему одного из французских подражателей Франка, чья салонная музыка была тогда в моде. Помню, после концерта учитель математики Джеймс Нун подошёл ко мне и сказал за могильным голосом, «Отлично, Уильямс, тебе нужно продолжать! Я бережно храню в памяти его слова в середине многих слов поощрения, которые мне довелось усовершить в жизни». Вот это удивительное, конечно, не взлюбился за Франка, но при этом качество, у Франка это, кстати, такое специфическое симфоническое взаимосвязи, конечно, в этом угадывается положение руки огромной лапой рахманинской, да, там, дециму спокойно бром, даже термис дециму спокойно бром на квалиатуре организма. И вот это вот ощущение хорала, аккордового изложения, тесного, плавного голосоведения, оно является, конечно, печатью и во многом проблемой симфонии Франка, как и впоследствии у Уильямса эта привязанность к секундам. И вообще симфония, ведь в это время золотой век симфонии, конец 19-го, начало 20-го века, уже на излете этого жанра, да, «Майерс» с его странными симфониями, «Сибириус», «Калл Ницин» с их настоящими симфониями австро-немецкой школы, которых немцы до сих пор не признают, не считают за своих, что очень странный, вероятно, какой-то, какой-то великонемецкий шовинизм в этом сказывается до сих пор, иначе объяснить это трудно. Так вот, конечно, настоящая симфония, музыкально-художественный организм, форма от колыбели до могилы, да, от рождения до смерти – это чистая немецкая традиция, которая очень трудно и почти никак и никогда, за многими исключениями, приживалась за пределами немецкой школы. Где бы мы ни брали, да, на востоке, на западе, на юге, на севере, за океаном, с большим трудом. Леонардо Берустанин, кстати, тоже, Берустанин, композитор, сочинял симфонии. И вот и симфония – это вообще не симфония, извините. Первая симфония по названию «Кадиш» – это, простите, иеремия. Первая иеремия – это, в общем, симфоническая поэма. Это некое действо, да, с голосами. Она появилась в 43-м году. Это вот «Кадиш» – симфония Лома Идреса, кстати. Вторая симфония, тоже программная, для фото пиано с оркестром под названием «Век тревоги». Это, извините, «Концерт и фортель Берлиана» с оркестром, это никакая не симфония в ее классическом, строгом смысле слова. И, наконец, третья симфония, да, 49-й год, и была переделана, наверное, с Таймом уже в 60-е годы. 49-й год – это время седьмой симфонии Лома Идреса, которая тоже, кстати говоря, еще одна не симфония. Симфония Антарктика, которая появилась на основе музыки к кинофильму «Скотт в Антарктиде». Капитан Боберт Скотт, который исторический персонаж, путешественник, исследователь Антарктиды. Вот появился британский фильм, музыку, ему написал «Боуныльбус», и потом из этого составил симфонию. В общем, слышно, что симфония – это сплошная киномузыка, конечно. И третья симфония Хадиш – это оратория. Причем в буквальном смысле оратория, там не только хор, солисты и вокалисты, но и чтец. Вот оратор, который читает тексты, читает молитвы и на английском, и на еврите, наверное, может быть, на иитичном. Не знаю точно. Все это можно послушать. Бернстайн тот же не композитор такой симфонической, строгой немецкой традиции. И, конечно, когда Бон Уильямс отправился учиться в Европе, уже упомянутый его маршрут, это Берлин сначала, а был Берлин – это очень важная такая последовательность. Берлин сначала, а потом был Париж. Берлин у Марса Бруха, а Париж – Мариса Равеля. Вот если бы он сначала к Равеля поехал, а потом Берлин к Бруху, в Испании, наверное, тоже был совсем другой композитор Герлинка и другие пути, другие судьбы нашей русской музыки. Но нет, Дэн был потом. Герлинка толку не понимал, зачем ему это надо, и, в общем, ничего из этого так путного и не вышло. Эти занятия остались по, так сказать, велению, да, последнее слово, последнее воля Герлинка – это завещание будущим поколениям композиторов, которые, в общем, ничего в этом не поняли. Ну, ладно, это так, к слову пришлось. А вот сначала Берлин. Что же в Берлине? В то время я был ужасающе невежественным, даже в большей степени, чем теперь. Берли, Хьюбер Терри, один из учителей Вон Уильмса, с трудом мог поверить, что я знаю так мало музыки. Однажды он говорил со мной восхитительной кульминацией разработки «Апассионаты». Внезапно он понял, что я не знаю ее. Он все взорояюсь играл в сонату. Несмотря на поток неверных нот, то было самое прекрасное исполнение, которое я когда-либо слышал. Мне было велено больше заниматься Бетхореном, особенно последними квартетами, выучить как молитву. В те годы я ненавидел Бетхорена. Я страдал от перевозиловки Гуно и не мог понять, почему мелодия финальная, героическая и хорошая музыка, а джудекс и смерть и жизни плохая. Это инструментальная часть из оратории Шарля Гуно «Смерть и жизнь». И премьера ее, кстати, состоялась, как многих духовных сочинений Шарля Гуно, именно в Англии, на фестивале в Берлингеме в 1985 году, когда Луну Ильинсу было 13 лет. Мне было только 18 лет. Спасибо моему учителю. До сего дня бетхоренская манера выражения отталкивает меня. Но, надеюсь, я в конце концов научился понимать величие, скрывающееся за стилем, который мне не нравится, и замечать слабости, встречающиеся иногда у любимого мной Баха. В 1897 году я решил на несколько месяцев уехать за границу, чтобы поучиться и набраться опыта. Стэнфорд хотел. Чарльз Лидер Стэнфорд, другой крупнейший композитор на виду стэли, композитор первого поколения так называемого нового английского музыкального ренессанса. Они были первыми, кто учил целое поколение британских композиторов, включая Джанайя, Герберта Хаулса, которые уже не ездили в Германию. И Тэнфорд и Стэнфорд ездили в Липцик. По обычаю, как все северяне, скандинавты, британцы, всех выучила Липцикская консерватория, основанная Вендельсоном в начале 40-х годов 19-го столетия. Так вот, Стэнфорд хотел, чтобы я поехал в Италию и послушал оперу «Скал». Он считал меня уже слишком германцем. Это любопытно, да? Он не хотел, чтобы я брал ноги у кого-либо. Но я пренебрег его советами и поехал в Берлин. Мой довод в пользу этого выбора был, полагаю, довольно необычным. Берлин в то время был единственным городом, где давали кольцо без сокращений. Титрауби Вахмара, кольцо Елунга. «У меня было рекомендательное письмо Герцогенбергу, который, взглянув на мои сочинения, сказал, что это напоминает ему о Скании и посоветовал мне учиться у Макса Бруха. Трудно сказать, чему в итоге научаешься у педагога. Знаю только, что я много и с энтузиазмом трудился. И что Макс Бруха обадривал меня, а я ему когда раньше не получал поддержки». Помните, да, это его, как ему врезалась в память, похвала школьного учителя. Продолжаем. Уильямс. «Сейчас с моими собственными учениками я всегда стараюсь вспомнить про ценность одобрения. Появляется иной раз перед тобой зеленый юнец, который может оказаться дураком, а может гением. Я скорее возьму на себя грех поощрить дурака, чем обидеть гения. Кроме того, дурак, возможно, найдет спасение в творческом самонарожении, даже если он никого больше не будет иметь значения. Что же касается гения, наверное, по аналогии можно процитировать Лонда Честерфильма. «Если сегодня хорошая погода, захватите зонтик и радуйтесь, если пойдет дождь». Занимаясь у Стэнфорда, я сильно насаждал ему малыми септимами. Он пытался мне доказать, что натуральный водный тон – чистая теория, и что все народные песни тяготируют к тонике. Но я был совершенно уверен, что он ошибается, хотя только позднее, когда услышал традиционных исполнителей, смог доказать мою точку зрения. Макс Грух был в той же степени обеспокоен этой моей особенностью склада ума. Он говорил, «Зи аварайни райны шахфорды крайны зептим. Вас пристрастие к малой зептиме». Он предостерегал меня также против сочинения «Алдин музик» в музыке для глаз, противостоящей «Ордин музик» в музыке для ушей. Это предостережение было напрасным, так как в процессе сочинения я по привычке бессовестно пользовался фортепиано, полагаю, что считалось частью моего дилетантизма. Будучи в Берлине, я слышал всю музыку, как он мог, особенно оперы. Среди них были у Дина Локцина и Роберт Диаловна и Эдлера. Помню также прекрасное исполнение баковских кантах в Перчинской академии. Квартеты Юахина и Хайева были в «Зените». И в высшей школе музыки состоялось незабываемое исполнение двойного концерта Браунса, сыгранного в виде фортепиано-батерио. А в 1908 году я пришел к выводу, что я неуклюж и тяжеловесен. И, кстати говоря, то, что отмечает Вон Уильямс – концерты много-новой музыки. Это новая музыка по тем временам, не считая Бабы, хотя Баб все еще оставался отцом современной немецкой гармонии. Это очень похоже на учения Сибириуса, который тоже после Хельсинки поехал не в Петербург, как его подталкивали одни учителя, а послушал советы других своих учителей и уехал из Хельсингфорса в Берлину, а потом в Вену. И в Берлине тоже он вспоминал, как много изучал музыки, как многим слушал Андранса фон Бюро, который играл фортепиальный стандарт и Бетховен, он все это переслушал. Поздние квартеты Бетховена, ну, почти тот же перечень и музыку Брамса, а потом в Вене слушал Брамса и много другой музыки. Вот эта немецкая прививка, конечно, Вон Уильенс и Сибириуса, наверное, послужила общим фундаментом спряжения. После поздних годов, после еще 90-летия Сибириуса, Вон Уильенс написал замечательную статью о Сибириусе, где есть отрицающее рассуждение о том, что такое симфония, тема в симфонии, но это, может быть, в другой раз, если предоставится возможность, на сегодня уже нет времени. Сибириусе Сибириусе